С вами Старк Ньюс, и мы сегодня пришли на самую жаркую премьеру этого лета, которая называется Килин Манжаро. Главный ролях не поверить, если мать сам Павел приучил. У нас кино легкая, авантюрная, комедия, поэтому мы просто ждали, пока стемнеет хоть каким-то образом. Спасибо, хорошая погода. Вы знаете, бывает плохая погода в Москве, а сегодня вы повезло, хорошая погода. Мы специально выбрали такое место, где все тесно, зато уютно, зато можно пообщаться. Кроме всего прочего, 4 июля выбрано неспроста. Дело в том, что 4 июля, вы знаете, бывает где-то здесь день рождения, а здесь именинник. Сегодня именинник Павла. Ты в курсе? Ну, знаете, здесь именинник, вот по старому, по старому. Вот, сегодня вы Паша именинник, давайте поздравим его. Мы только искали, кто оплатит курсе, вот, а теперь как бы все решилось само собой, ну, все за счет Паши, поэтому ничего себе не отказывайте. Я пришла поесть, попить, посмотреть хорошее кино с участием моего самого любимого актера Павла Прилучного. Я рада, что меня позвали. Можно посмотреть сзади, но я, правда, я сегодня собиралась, ехала прямо со съемочной площадки, поэтому я собиралась так быстро, что, как бы, вчера еле организовала, благодаря Кате, своей подруге-стилисту, она мне отправила прямо курьером на выбор три платья, и, в общем, ого, это было ужасно. Но я успела, да. Ну, Фильгемик, кстати, Паша дарил, да, вчера, представляете? Серьезно, я не знаю, на что это похоже, это, наверное, ни на что не похоже какая-то история. Во-первых, ну, там достаточно странный каст, как по мне, да? Во-вторых, история странная, на любителя. Я надеюсь, что в итоге смонтировалось все это гораздо лучше, все это будет весело, интересно, незабавно, как минимум хотя бы. Жара плюс 50 в тени, вкусные столы, замечательнейшие люди, действительно доброжелательные и прям вот с открытыми руками всегда. И, конечно же, красота. Красота Баку, это замечательно. На съемках была задействована змея, но я с ней как такового дела большого не имела, а в целом по острову, на котором мы снимали, ползало большое количество змей, и надо было всегда смотреть по сторонам, прежде чем куда-то не ступить. Наверное, такая российская версия мальчишника в Вегасе, я могу сказать. Тремя словами, не знаю, любовь, опасность, жара. Музыка. Музыка. Ой, что это? Сюда вот, к парсу. Москва Баку, да, очень приятно. О, здрасте. Да, мы с вами уже общались, наверное. Как ваши дела? Почему без детей? И скажите, вот, какие ваши ощущения взаимы? Все хорошо? Да, все отлично. Детей отправили отдыхать, сами приболели. Нет, они разъехались вообще в разные стороны. Тимофей уехал в свою любимую деревню под Ригу, а Мия с бабулей решила все-таки на море в Крым. Да, это их любимый отдых, поэтому пока туда. Вы были в Баку, вы участвовали в фильме, да? Агата отдыхала, смеяли, не очень отдыхала. Отдыхала, отдыхала. Какие у вас воспоминания Баку? Джумейра. О, Джумейра. Да, самое классное, мы купались. Очень жарко было. Я запомнила котенка, которого ты притащил. Как он, кстати, там? Наверное, это уже вырос большой кот, да. Или нет? Да, там мега большое количество котят, которых просто невозможно не схватить и не утащить с собой. Я долго думал насчет того, может быть, его забрать с собой в Москву, потому что это... Лайв! Извини. Потому что это настолько дико теплые воспоминания о том, что было и насколько это было все интересно, вкусно и так далее, что хотелось что-то с собой украсть. Что хотелось что-то... Опа! Я заберу себя. Хотелось что-то украсть с собой. Вот. Но мы украли с собой фильм. Надеюсь, он принесет вам столько же эмоций, сколько нам нахождение в этом замечательном и светлом городе Баку. Скажите, наверное, много каскадеров работало на фильме. Кто-то падал с колеса обозрения. Вот для вас что самое сложное было? Это был он! Это был не каскадер, я вам клянусь. Ну да. А как это будет? Вот так? У меня есть видеодоказательства. Да, действительно, все практически трюки, которые делал я, делал я. Все, которые вы увидите в кино, да. В кино, которые делались... Это делал я. Все закончилось плохо, он теперь с аппаратом. Больше он делать трюки сам не будет. Весь вон обклеенный, бедняжка. Вот весь обклеенный, бедняжка. Вот все-таки иногда каскадеры, они должны быть нужны. Самое сложное было не стащить змею с этого острова, потому что я дико люблю всяких рептилий, вот животных и все остальное. А гюрза, это замечательнейшая, мне кажется, охранница дома. Вот, почему бы и не взять. Да, конечно, конечно. Вот, но дети и супруга не разрешили. А почему вы изменили Баку с Дубаем? Или, пожалуйста, пожалуйста. Послушайте, ну, во-первых, не всегда такая погода в Баку, какая в Дубаях. Да, вот. Особенно в январе. Да. В январе там не настолько тепло и все остальное. Мы бы с удовольствием еще раз ездили. Просто в Дубай нас пригласили, и мы с удовольствием навестили этот замечательный город. Ну, нормально все будет? Ну, я надеюсь. Все мы когда-нибудь умрем в любом случае, да? Да. Сейчас для первого канала мы отсняли сериал, это 4 серии Доберман. Такой жесткий боевик. Такой в стиле Борна, наверное. Хорошо сняли, очень много трюков. Естественно, там все опять делал я. И, в общем, сложный, очень сложный проект. И сняли сериал «Проспекты» для НТВ. Тоже такая, да, если интересно, интересная история. Я там играю бывшего сослуживца, вот, который возвращается из Сирии и начинает, собственно, новую жизнь. Вот, и, да, из Сирии. Вот, и сейчас я запускаю свой проект как продюсер, он будет называться «Царь горы», это история про бойцов ММА. Интересная такая штука, будем снимать в Калининграде. Главный герой у нас Андрей Смоляков и я. Вот, я там не только как продюсер, но тоже как актер. Вот, будет очень вещь клевая, современная. И полностью, полностью не будет уступать никаким американским, там, европейским продуктам. То есть мы рассчитываем на это. Чтобы у нас картинка будет крутая, будет все очень жесткое, будет очень все правдиво. И это будет очень, очень смелая история. То есть мы не побоимся очень многого, чего бояться у нас в кино. Мы все это будем делать наивую. Почему вы решили заняться в продюсер, и почему ММА? Ну, мне близка эта тема, потому что я сам раньше так или иначе занимался спортом. Вот, и я считаю, что кто, если не я?